В актовом зале школы-гимназии номер 60 сейчас проходит фестиваль научных проектов «Открываем мир науки». Будущие инженеры, математики, физики, врачи здесь представили свои самые лучшие работы. В целом молодые ученые представили сегодня 28 проектов. Старшеклассники с любопытством рассматривают изобретение 8-летнего Александра М., члена научного общества начальных классов «Почемучка». Он собрал несколько калейдоскопов. Отличительная черта его работ – можно сразу вставить несколько лиц, а также добавлять и менять цветные стекла. Автор считает, что в калейдоскопе главная зеркальная призма. Потому что только благодаря призме мы получаем узоры. В призме многократно отражаются цветные стекла, и мы получаем узор. Призма помещена в цилиндр. Спереди поставлена узорная камера с разным наполнителем, а сзади диск с отверстием примерно 1 см диаметра. Также мы можем видеть самодельный калейдоскоп, у него открывается узорная камера, и можно менять наполнение. Например, засыпем это, и узор уже становится другим. Также мы можем вставлять цветные диски, и узор тоже будет меняться. Конечно, обошлось не без помощника. Целый месяц юному изобретателю ассистировал его отец. «Он самостоятельно старается все делать, работать, где нужно, с клеем. Но с зеркалами мне пришлось ему, конечно, помочь, разрезать, потому что он еще не может. А так он больше инициативу взял на себя». Очень интересную науку представил девятиклассник Куандек Дюсингулов, член научной секции «Галактика». Как оказалось, он увлекается муравьями, изучает их жизнедеятельность. В особенности мальчик хочет сохранить и размножить исчезающие виды этих насекомых, занесенных в Красную книгу. «Это экзотические питомцы, потому что в Казахстане не очень-то сильно развито мир мекиперства. Это называется наука муравья, которую изучают. Ну и я хочу развивать это у нас в стране, потому что это очень полезно и интересно». Помимо этого, начинающие ученые показали и рассказали сверстникам, как приготовить халву в домашних условиях, провели опыт о вреде алкоголя, также представили историю создания дамбры, выращивания каштана в домашних условиях и еще много интересного. «Это итог года научной деятельности наших учащихся. На этом фестивале у нас представлены победители, призеры не только районных, но и городских, республиканских, международных конкурсов научных проектов учащихся, которые действительно являются самыми лучшими по направлениям экология, математика, гуманитарные предметы. То есть это действительно элита нашего научного общества гимназии». В ежегодном фестивале приняли участие школьники, которые заканчивают учебный год с большими достижениями. Детские проекты уникальны и индивидуальны, поэтому организаторы вручили памятные подарки каждому из участников.